так всем привет констатировать констатировал короче сейчас нашла в интернете в группу силикон журнал или что такое или его силикон короче не помню она такая достаточно известная не выставили мою нарезку как я вчера говорю про то что я константирую константина кручение правильно сказала слова и они решили меня высуять все написали какая тупая что типа я не знаю слова мне не сильно расстроилась я хотела записать им видео что его журнал я константирую константина вырежете это и вставьте так так мне нужна музычка так а почему все время смеетесь без повода и без нас у меня всегда хорошее настроение я бывает такое что грущу и имени комфортно даже прямом эфире и сидеть когда у меня нет настроения так я радуюсь и вас хочу тоже зарядить уткой так я хочу песенки какие-то прикольные так виктория пишет заметила не первый раз захожу прямой эфир тата тата всегда в хорошем настроении да а зачем заходить когда мне грустно зачем вам настроение портить вы конечно такое бывает бывает часто но но так я тоже сейчас буду ехать очень медленно чтобы мне телефончик не упал так ой блин сейчас надо развернуться очень-очень аккуратно чтобы ничего не упало так расскажи через 200 метров поверните налево как там Ира и Вальяна маршрут перестроен насколько я знаю Ира отдыхает сейчас в Доминикане вот кстати момент такой есть там сделали тоже мою нарезку как я типа радуюсь тому что Валера с Ирой расстались я просто радуюсь не тому что Валера с Ирой расстались а то нашлась девчонка которая вот так же поступила с Валерой как он с нами с женщинами поэтому я этому несказанно рада пускай он почувствует на своей шкуре что значит вот так вот не знать где человек когда он не приходит по несколько дней домой поэтому я радовалась этому а не тому что они расстались а некоторые конечно мадам которым лишь бы сказать какие-то гадости начали говорить что типа я высмеиваю там Иру или еще что-то такое неправда я к ней хорошо отношусь она мне ничего плохого не дала чтобы я про нее что плохо думала и говорила поэтому так ничто это было так что еще а почему вы своей жизнью не занимаетесь в каком смысле я своей жизнью не занимаюсь а чьей я жизнью занимаюсь я не поняла сейчас так правильно так ему и надо да так ну просто правда я я всегда ему говорила что я тоже так когда нибудь сделаю но у меня просто глуху не хватало никогда потому что я всегда верила что все будет хорошо так здравствуйте здравствуйте как бэти бэти как хорошо сейчас я ее забираю ее и мою сетю и мы поедем красить волосы опять тонировать буду блин как мне нравится как мне красить нары вообще очень шикарно сетка волосы так Ирина заступилась за тату говорит что они к друг другу хорошо относятся ну конечно а че нам уже ну как бы у меня уже с ним горький опыт был зачем вы что думаете я мечтаю второй раз окунуться в такой горький опыт нет конечно просто уже нормально общаемся как родственники понимаете или не понимаете так Тата чем у тебя губы сейчас накрашены сейчас покажу это мне вчера Мадина подарила Мадина мне вчера значит подарила такие вот карандаши для губ это у нее в магазине продаются сейчас покажу если что вы можете ей написать вот они сейчас покажу короче вот такие два карандаша она мне подарила вчера вот такой ну вот у нее в магазине они продаются у Мурмадина вот значит один темный один светлый сначала одним темненьким вот так делала а потом внутри светленьким вот так получилось такие чувственные пухлые губы мне нравится очень красиво согласитесь визуально губы кажется пышнее чувственнее романтичнее так ты левша да я больше левша чем гравша ой младиночка привет да я еще не похвасталась духами которые ты мне подарила я сегодня мне брызгалась сейчас я сториз запишу всем расскажу наркотик флёр мне Мадина подарила я такая довольная как слон мне так нравится Мадин ты не представляешь я сегодня утром проснулась первым делом что я сделала я схватила эти духи короче побрызгалась и кайфовала от запаха ой мне прям очень нравится мне прям кайфую такой романтичный запах запах женственности самый настоящий Мадин спасибо тебе правда душу огромную просто огромнейшего спасибо я реально очень довольна поверните направо так что за духи это мне Мадина подарила наркотик флёр сейчас я выставлю все вы короче к ней перейдете посмотрите все и карандаш я у нее она мне тоже вчера подарила просто мне так нравится офигеть скажите красиво выглядит так а можно духи заказать в Казахстане да конечно можно надо в любую точку мира вообще можно отправить самое главное что тут все оригинал я очень довольна просто на самом деле сейчас в последнее время очень проблемно прям купить нормальные духи в инстаграме здесь реально все оригинал я очень довольна прям не знаю я прям так кайфую причем я очень кайфовала от своей рожи но сейчас я прям стала кайфовать от этого запаха от находит а реально заказать реклу да куда угодно она отправит прямо 3 километра так привет из Казахстана привет привет Казахстан так как я их люблю самый вкусный запах правда он такой блин он такой романтичный вот он прям женственный его хочется к нему вот хочется прям прикоснуться к телу девочки я не знаю это шикарный запах правда хочется вот прям все ближе и ближе к телу оказаться настолько сексуальный настолько манящий блин солнце так плохо мне красиво падает так я не могу включить песни потому что у меня второй телефон вырубился там нет симки сейчас блин свет так плохо падает красиво может так сделать все зала нет о так лучше так духи флёр наркотик называются да так и называется флёр наркотик 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 шикарный наркотик короче с этим запахом вы для мужчинам будете как наркотик они захотят вас нюхать и нюхать и нюхать и нюхать и нюхать как бутончик вы помните мой прикол про бутончик вчерашний так Мадин ты меня переименовала в бутончик или нет я уже бутончик надеюсь так на день рождения будешь в москве не знаю пока не они пока не так от наркотик шлейф офигенный да это правда от него офигенно девочки все кто сейчас это слышит про эти про этот запах если вы хотите свести мужчин с ума я вам советую правда шикарный запах вы просто обалдеете напишите Мадине она вам у нее есть вот именно наркотик флёр он прям обалденный очень секси секси какие еще любимые духи еще рожа 51 сейчас вот у меня рожа и вот наркотик флёр так так такая красивая сам себя не похвалишь никто не похвалит шучу вы мне тоже всегда хвалите так если я тебя в москве встречу что ты несешь так так Тата каким волосам наращиваешь волосы я делаю только голливудское наращивание мне очень нравится волосы легкие хорошо растут так ты хотела бы вернуться на дом нет уже нет я считаю что моя песня спит только если ведущий просто по внешним данным я подхожу уже только на роль ведущей я не подхожу на роль участниц Тата у тебя есть друзья курды? ну были в детстве много знакомых были знакомые курды прям друзей не могу сказать но знакомые есть вообще в принципе знакомые с этой национальностью знаю кто это такие а подожди курды это немножко другое нет курды я перепутала с езидами да у меня есть один тоже курды знакомый из Турции ну блин я тогда ребенком была к нам в гости приезжали это какие-то моего отца с мамой друзья были тебе не холодно? нет на улице так жарко сегодня хороший покой так сколько рост и вес значит я ростом 168 сантиметров вес ну наверное сейчас 53 а вообще должна быть 49 тогда мне когда я 49 мне комфортнее а сейчас я не могу штанишки натянуть короче когда я похудела до 49 килограмм я отнесла всю свою одежду ушить вот специально чтобы больше не сметь поправляться и что вы думаете я конечно же поправилась теперь я 53 килограмма и мои штанишки мне больше не налазят они реально причем застревают мне на ляжках то есть неудобно некомфортно себя чувствую сейчас надо будет сейчас надо будет подсхуднуть немножечко вот а ресницы я всегда делаю у Миланы девочки сколько бы мне не заплатили денег я никогда рекламу другую не выставляю только Милана потому что я обожаю как этот человек делает мне ресницы блин ну это очень круто во-первых по два месяца хожу во-вторых у меня нарощены и низ и вверх и это смотрится шикарно вот ты заедешь куда должна заехать мы с вами вроде не знакомы так 49 очень мало для твоего роста нет самое то вообще идеально вот сейчас мне 53 мне кажется я прям толстая ну то есть я выглядит конечно я худая но и не взбитая но не худышка а мне все таки хотелось бы быть прям худышкой 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 вот вот так прекрасно выгляжу когда нормальный человеческий свет вот такая красивая так привет и сегодня просто красавица спасибо позитивчик раньше капец была пончик да был период когда я была пухляшом ну в принципе я мне можно я была беременна кстати вы знаете я после родов поправилась намного больше чем даже во время родов потому что когда я родила я ела только сыр хлеб сыр хлеб сыр хлеб и стала жирная стала жирная так ну это правда кстати пипец самооценка кстати вот ты не злись по поводу моей самооценки ты лучше возьми и научись так же себя любить это между прочим полезно слушайте короче моя знаете же магазин вкусвилл он мне честно так нравился всегда я думала там действительно продаются натуральные продукты но моя подруга галя которая фотограф она значит пошла во вкусвилл купила там тростниковый сахар сами понимаете почему потому что он намного полезнее нежели чем рафинированный да белый сахар прочитала в интернете значит как проверить подлинность сахара то есть натуральный тростниковый сахар или нет оказывается берете просто ну насыпаете в стакан сахара заливаете водой если вода ну что ты делаешь дурак вот что ты делаешь я в шоке просто сейчас бы тебя догнать блин по ушам навесить ну короче не суть через шестьсот метров верните на лево на дубль эксперимент проверила на подлинность этот тростниковый сахар из магазина вкусвилл и оказалось что это подделка то есть она завела кипяток и сахар стал обычным белым прозрачным это был просто это просто крашеный сахар типа тростникового на самом деле крашеный сахаров представляете так ну все драка на дороге началась так Митюринский проспект это мне туда надо короче я если честно расстроилась что во вкусвилле такие продукты продаются потому что я любила мне нравится магазин вкусвилл но раз такой сахар они продают это ужасно сейчас подождите ага направо тата мне кажется ты была хорошей ведущей в Орла и решки блин я очень бы хотела быть ведущей Орла и решки так таточка ты умничка ты действительно блин не успела прочитать я должна это прочитать вслух таточка ты умничка ты действительно можешь пример подать любить себя очень важно умничка спасибо моя хорошая я очень рада что вот вот у тебя правильное мышление да ну не то чтобы на мой взгляд но действительно правильное если не надо злиться потому что человек как-то себя там больше любит нужно наоборот брать пример так скажем тоже учиться так же себя любить поверните налево на дублер уже поздно я уже все профукнула я уже еду прямо ну вот маршрут перестроен красиво молодец спасибо очень хотела бы чтобы ты была ведущей я бы тоже хотела быть ведущей правда мне через 600 минут на светофоре поверните направо но ведущей меня подождите ай но ведущей меня пока никто не звал не приглашал поэтому я не ведущая так покажи полный образ одежды но я сейчас за рулем не могу но я значит такой кофточки в черных лысинах и в серебряных сапогах в серебряной курточке таточка ты прекрасная женщина я тебя восхищаюсь спасибо большое так значит кто-то тут написал я технолог работаю во вкус вилл не нанеси чушь если бы кто-то что-то сказал неправда вот зайдите к галя энис она выставила это видео есть у нее чек что она купила этот сахар в магазине вкус вилл а потом второй купила сахар тростниковый обычной мистралевской фирмы он был нормальный никакой не крашеный поэтому я не вру вы бы лучше следили за своим товаром вы же не можете за все отвечать я понимаю что вы технолог но вы не можете отвечать за весь как бы объем работы и вполне возможно что такое произошло я бы на вашем месте вместо того чтобы съезд поверните перепроверила через 300 метров поверните налево ну я так считаю что нужно перепроверить чем доказывать обратное что у меня поверните налево пропала на телефон фуни на вершку отдай солнце светится подождите мне надо очки одеть блин очки нет кстати я очень не люблю носить очки знаете почему потому что не сильно на перегородку дают так подождите я ярко сделаю буквально через 600 метров на светофоре поверните направо так ты в каком давайте еще что-нибудь очень красивое спасибо большое блин на самом деле мне кажется я так много в прямом эфире провожу или наоборот мало ай вам нравится когда я захожу в прямой эфир или вас раздражает сейчас обязательно найдутся те которые смотрят эй ребят я вас потеряла сейчас подниму все нормально у меня как всегда упал телефон так ну я уже в принципе почти доехала нравится да 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 тогда я буду чаще заходить так очень люблю твои эфиры спасибо так я вам обещаю сегодня я не смогу наверное я обещаю что я куплю этот держатель для телефона на самом деле он был вот даже здесь у меня вот держатель для телефона видите прикреплен вот но у меня нет магнитика на сам сотовый так так купи держатель наконец-то у меня был держатель один был который как присоска на стекло но он как-то сильно гормозки был не раздражал мне очень сильно прикрывал так скажем не обзор поверните поверните направо так там нет машины нету поверните направо на дублер так 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 я бы в жизни тачку не доверила тебе а зачем мне доверять тачку мне сейчас бы не накаркать никаких инцидентов ничего у меня все машины идеальные жизни ничего с ними не было не могу прям раздражается так привет эстония слушайте ребята короче такая ситуация мне вчера написала какая-то девочка привет из милана я в милане в гостинице забыла о своей туфли любимые свои самые реально любимые туфли лобутен если есть сейчас кто-то кто смотрит мой эфир кто сейчас находится в милане я вас очень прошу отпишитесь отпишитесь мне прям очень 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 вас прошу и если есть такая возможность сходить в гостиницу в эстин забрать мои туфли и отправить их я не знаю куда будет легче либо в монако либо в москву без разницы что там что тут ну что там что там встретят есть кто-нибудь из милана мне вчера точно помню девочка писала сто процентов так что если есть кто-то из милана я очень 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 прошу чтобы мне написали и помогли мне в одном маленьком деле нужно будет съездить в гостиницу в эстин и забрать мою обувь я как бы оплачу там дорогу не знаю такси так пожалуйста заберите мои любимые туфли я не стала мы просто когда выезжали я тысячу раз такая сделала я тысячу раз проверила я такая все я ничего не забыла я такая молодец я такая молодец и все короче и в самолете вспомнила что забыла но не стала никому ничего говорить потому что меня бы уже сожрали потому что я все время что-то забываю все время все время за мной ходят все подбирают ну кстати он не злится абсолютно вот я вспомнила на валеру он все время у него аж пена изо рта начинала у него аж пена изо рта была когда он злился когда я что-то забывала а здесь я скука не оставляю никто мне слова не говорит я так рада просто ходит молча все собирает в этот раз мне стало стыдно говорить я хочу короче их как-то забрать забыла забудь нет я не забуду они очень дорогие шикарные туфли я сейчас не хочу тратить но они дорогие реально очень крутые как жалко что я не из Милана да блин пожалуйста Милан объявись напиши мне кто-нибудь из Милана пожалуйста так тупость несет вот я их так удивляет в чем я несу тупость я была в Милане забыла свои туфли спрашиваю своих подписчиков есть ли кто-то сейчас на данный момент из моих подписчиков в Милане если да то пожалуйста там выполните вот такую-то такую-то просьбу я вам там заплачу за такси и так далее и тому подобное что я несу тупого я понять не могу или ты там такая ошибка умная или что я я вот реально не понимаю может знаешь я иногда задумываюсь то ли я тупой то ли лыжи не едут ладно бы что-то реально несусветное сказала я бывает могу глупость какую-то ляпнуть я ничего там зазорного не вижу меня вообще удивляют люди которые таких из себя умных строят да пол страны пол страны пол страны тупых блин а вы себя умных таких строите самые умные это те кто как бы признают что они глупые вот они реально умные а те кто из себя строят не пойми что типа ой какие они нереально образованные на деле образован образованность ум абсолютно разные вещи через 600 метров на светофоре поверните направо а затем поверните направо умный человек понимаете а когда сидит и вещает о уме какой-то блин диванный критик который ничего в жизни по сути не добился ну много таких есть я сейчас не про конкретно кого-то говорю вот они больше всех умничают у них все прям тупые они умные пипец можно с ума сойти поэтому сидят там ну это правда ребят ну я просто не люблю таких людей ну не надо всех считать тупыми лучше всегда как бы ну посмотришь на человека видишь какой-то его минус да где-то вот он его сделал минус просто для себя сделай галочку что вот к себе бы ты такого не приемлил но у каждого человека есть все равно свои плюсы которые ты можешь для себя подчеркнуть не обсирай никого поверните направо то, первое что показывает твою деградированность это оскорбление все вот это есть первый факт деградирования это глупо не по умному через 200 метров поверните налево а затем поверните направо вот поверните налево во двор а затем поверните направо да да ты похожа на ани лора кстати мне так это часто говорят что мы похожи что мы похожи сани лорак но мне кажется я похож на себя я себя и себя люблю просто хотя бы похоже быть только на себя и чтобы кто-то на меня был похож на нее вот так солнышко 5 я с милана лидия блин напиши я тебе сейчас напишу дикой потом на скрине пересмотрю эфир или если тебе не сложно напиши мне в директ если ты из милана мне к тебе просьба пожалуйста в гостинице в стен я оставила туфли развернитесь можешь мне помочь с этим забрать эти туфли тебе буду безмерно благодарна по поводу отправки там сама реши куда тебе удобнее будет отправить если в монако то там встретят и до конца маршрута осталось 100 метров летит блин я так рада что кто-то объявился так опять это солнце как я уже приехала за бетечкой конечно ты похожа только на себя таких как ты больше нет как приятно так ладно девочки я приехала я попозже еще зайду потому что я пойду с моей тете из бете красить волосы вот и я вам обязательно к вам еще зайду потому что мне будет много свободного времени все я вас целую люблю ciao